Приветствую всех на канале лекарства с грядки. Сегодня мы будем лечить острый и хронический цистит народными средствами. Аптеки нам не понадобятся. Сейчас, в начале лета, все необходимое можно найти на грядках. Например, вот эта трава, которая цепляется за одежду, не дает нам проходу, словно просит обратить на нее внимание. Это подмаринник цепкий, широко распространенный огородный сорняк. В подмариннике очень высокое содержание гликозидов, поэтому он является природным, противовоспалительным, а также мочегонным и желчегонным средством. Настои, отвары подмаринника применяются при цистите, пелонефрите, мочекаменной болезни и аденоме предстательной железы. Завариваем из расчета на одну столовую ложку травы 200 мл или 1 стакан кипятка. Настой нужно пить горячим по полстакана трижды в день перед едой. Курс лечения не менее трех недель. Еще одно сильное противовоспалительное средство – это акация белая, а именно ее цветки. Они помогают при целом ряде заболеваний, простуде, ангине, в том числе и при цистите. Одну чайную ложку цветов залить стаканом кипятка, настоять в течение одного часа, процедить и принимать по 20 мл трижды в день до еды. Вот еще одна лекарственная трава, которую тоже можно встретить на очень многих дачных участках – это сныть. С помощью сныти можно лечить целый ряд недугов, в том числе и цистит. Берем в равных пропорциях листья сныти и сухие шишки хмеля. Если у вас их нет, обязательно засушите этой осенью. Внимательно посмотрите на фото, запомните, как выглядит хмель, и в сентябре-октябре собирайте шишки. Одну столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка и настаивать 2-3 часа под крышкой. Этот настой помогает не только при цистите, но даже и при воспалениях мочевого пузыря. Пить его нужно по половине стакана 4 раза в день. В старину цистит лечили самым обычным кирпичом. Его до красна накаляли на печи, либо сегодня можно это сделать на газовой плите. Давали немножко остыть и садились. Ну, естественно, так, чтобы не обжечься. Предварительно укутайтесь в одеяло, либо махровое полотенце. Сядьте и сидите, пока кирпич полностью не остынет. Кому-то такой метод может показаться смешным, но очень часто болезнь проходила после первой же процедуры. Всем хорошего здоровья и до встречи на канале Лекарства с грядки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok